В общем, туда можно залезть. Приветствую на своем канале, продолжаем мы уборку. Сегодня будем просить озимый ячминь. Это такой же сорт канадский дункан. Друзья, постепенно так мы и перешли на технологию ноутил. Там ноутильщики шутили друг над другом. Говорят, типа, там вообще ничего не делаю, только сею и прыгаю. А друг говорит, так ты еще попробуй не сеешь. Так вот результат. Мы не сеем падалочный ячминь. Ноутил – технология без посева. Комбайн ночевал здесь. Домой нам гнать в объезд там далеко с ними. И ячминь, на удивление, не такой щуплый, как бывает завтра. Как оверт выглядит. Хороший ячминь. Видишь? Вижу, вижу. Это падалица, да? Да. Видал падалица? Без удобрений, без всего. И без посева. Да. Без посева, без удобрений. Это технология ноутил, без посева. Ноутил. Больше, кажется, а ну? Да я и так вижу, а вы? Я скоро. Конечно, больше. Крупнее. Какой крупный, а ну. О, ячминь какой крупный. Ничего себе. Ячминь высох. Уже скосили. А тут опахивали поля. И смотрите, зеленая стоит. Край по пахоте. Вон какой колос. Вообще шикарный. Смотрите, три ряда с одной стороны. Разворачиваем. И три ряда с другой стороны. Вот такой бы этот ячминь был, если бы были дожди. Хорошие условия. Потенциал у этого ячменя обалденный. Тут можно даже посчитать вот в этом колосе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И с другой стороны десять. Ну, 60 зерен в этом колосе. Без дождей. Земля дубовая. И вот, опять же, наутил и бахота. Ну, опять же, понятно, что здесь не наутил, это я шучу. Ну, никто не ковырял землю один год. И папахоте, ну, правда, тут край. Понятно, что оно будет получше. Но все равно папахоте сразу видно результат. Ячмень. Он и в прошлом году у нас папахоте урожай был, ну, там трудно высчитать, ну, под 60 этот ячмень. Там кусок у нас был два гектара по пахоте, по огороду. Там огород был, потом запахали мы. Ну, на этом же поле там в углу. Кто мои видео смотрел, я это все показывал. Так дал по 45, а по пахоте под 60 там сыпало. Ну, на вид мы не взвешивали. Ну, на вид там точно за 50, точно там сыпало намного лучше. Все, едем. Скоро дойдет в очереди до канатской пшеницы. Вот мы проезжаем как раз. Ленокс. Здорово. Конечно, на вид она получше. Наши церковные. Посмотрим, что надо завтра. В этом году все ждут солому. Соломы в этом году не будет ячменной. Очень много фермеров передисковали ячменя, яровые. Особенно последствия после евролайтинга. Ужас, что у нас в этом году творится. И вот сейчас каждый беспокоится за солому. Вот сейчас идет человек, которому нужна солома. И он рассчитывает, что тут всем нам хватит. Сейчас будем спорить, сколько с этого поля будет. Говорит, я говорю, что мало будет, он говорит, больше. И говорит, давай, если ты споришь, на камеру фиксируй. Вот сейчас. Идет больше, я сказал, что мало соломы будет. Сейчас послушаем. Тут, конечно, чуть-чуть масса лучше, чем там. Сразу видно волочки. Чуть-чуть лучше. Ну что, сколько, вы говорите, теков будет? Тысяча. Вы же говорили, что только три. Это? Ты сказал триста. Я сказал, что тысяча теков здесь текарь этих будет. Здесь тысяча теков в жизни не будет. Сколько здесь? Я даю максимум пятьсот. Пятьсот? На что спорим? Максимум, и то это навряд ли. Ты меня разочаровываешь. На что спорим? На камеру, вы говорили, на камеру будем спорить. Вот зрители нас рассудят потом. Они будут следителями. Ну что, спорим? Нет, не спорим. Да нету соломы. Смотри, вот пошел вал уже. Смотри, иди сюда. Все, вал пошел. Смотри, вот пошел и вал. Вал. Ну что? Да не будет здесь пятьсот теков. Не, можем поспорить. Я готов. На что? Ну что спорим? На что спорим? Если тут будет пятьсот теков, вы тековалку оплачиваете. Если тысячу, я тековалку оплачиваю. Ты тековалку оплачиваешь? Да. Да. Если пятьсот теков? Если пятьсот, я. Если пять тысячу, я полностью все оплачиваю. Да? Да. Согласен? Ха-ха-ха. Ну подумай, я. Шо, ну я в два раза больше попадаю. Да? Да. Спорим? Значит есть сомнения. Есть сомнения, конечно. Ха-ха-ха. Вот так выглядит ячмень здесь. Ну повеселее выглядит здесь. Посмотрим, что он сдаст. Даже если тридцать вытянет, это вообще круто, да? Тридцатку? Да. Вытянут, что не вытянут. Засуху, это вообще просто, я не знаю. Но я так думаю, что должен вытянуть. Он лучше здесь стоит, чем... Ну хотя падалка, может она там загущена была тоже. Да нет, она редкая. Вдруг он еще хуже даст этот. Падалка редкая была. Да не знаю, с комбайна ничего вид был. Но здесь смотришь получше вроде бы. Ну сейчас посмотрим. Плохо он перезимовал. Видно было у меня на видео. Слабенько перезимовал. Если бы он перезимовал полностью, там не померз, то тут бы вообще что-то творилось, я даже не знаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! 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 В общем, туда можно залезть! Там, наверное, по колено! Трещины, конечно, это не показатель, что не было дождей! Потому что я видел на поливе! был! Потому что я ездил на подсолнечник, там где поливной, с фрегатами поливается! Так, там такие трещины! Так, там такие трещины! Походу, просто влагу вытягивают! Трещины! Там поливной подсолнух, а трещины четыре пальца! Трещины, это еще не показатель, что не было дождей! Даже у кого дожди, по-любому есть трещины! Ну, там тень не видно! Ну, так выглядит этот ячмень озимой! В прошлых моих видео я его постоянно показывал! Мы его и подкармливали селитрой! Я показывал, как он выглядел! Плохо он перезимовал, мне не понравилось! Если бы он перезимовал лучше, тут бы вообще круто было! Хорошо, я его не советую сеять в зиму! Хотя, мы его будем на следующий год сеять, наверное, весь озимый! Потому что нам в этом году больше понравился озимый, чем яровой! Сейчас вот на яровой перейдем! Это то поле 10 гектар, которое, я говорил, будем считать! Но я не знаю, что тут в этом году считать, если там ужас! Он хуже! Он хуже! Ну как? Хуже, чем в прошлом году, конечно! Он рос без дождей! Так нас дождики не побаловало в этом году! Это я уже давно и не надеялся! По прогнозам постоянно стояли! Даже росу не делал! Как там? Даже не было непродуктивных дождей! Он еще зеленый! Посмотрим, что он даст в угоду! Вот здесь чуть-чуть балочка! Здесь, значит, более-менее! Более-менее! Ну, посмотрим! На следующий год будем точно сеять его опять в зиму! Как бы рискованно в зиму его садить! Я так скажу! Ну, если честно, на удивление, так вытянуть без дождей, я даже не знаю! Пока не с чем сравнивать! Как я могу говорить? Хорошо себя показал или плохо! Пока мы не уберем другие ячмени! Вот сегодня мы после этого ячменя переезжаем на девятый вал азимы! Наш родственник! Мы будем ему убирать! И посмотрим, что азимый ячмень девятый вал даст! Последний с этим! Вот смотрите, как этот выглядит! И посмотрим! Там тоже он давал и селитру, и брызал сверху! Я ни разу там не был! Ну, я просто знаю! Ну, рядом поля, как выглядят ячмени! И мне кажется, тут будет хуже! Если он будет лучше, то я удивлюсь! Но в этом видео мы посмотрим сегодня! Если все будет нормально! Тут нам немного осталось! Час-два! И переедем на то поле! Приехали мы на это поле! Здесь посеян девятый вал! Азимы! Тоже, как вот у нас на Яровом! Смотрите! Лежит! Не знаю! Не держится на корне! У нас на Яровом точно так вот лежит! Та не вороны! Он на корню не держится! Да! Я знаю! Я знаю! Это вороны! Вот это вороны! Вот такие линии! Там так же не мать! А прямо все! Бачите! Они не сбалывали! Ага! Ага! А яровые ячмени вот так не держатся на корню! Тоже он шесть рядов, да? Да! Шесть рядов, да? Шесть рядов! Можно зимой! Двухручка! Ну, в общем, так выглядит девятый вал! Не знаю! Тут, конечно, много положено! Вот с этой стороны меньше! Такое у него, вроде бы, вот это побольше, чем у нас с листьев! Походу, он как сгорел, знаете, без дождя! Листья еще вот эти все остались! У нас ячмень так опустился, колосочек, а тут он стоит! Ну, в принципе, неплохо выглядит! Есть что гостить! Друзья, взвесили мы ячмень! Урожайность получилась меньше, чем ожидали! Двадцать восемь центнер! Падалка получилась центнер двадцать девять! Даже, наверное, получше! Просто я не могу точно ссать по падалке, потому что мы два прицепа взвесили, а не затаривали их! Там по памяти они вспоминают, какой вес был в прошлом году! Ну, примерно двадцать девять! Даже, наверное, тридцать не вытянуло! А этот дал двадцать восемь озимым! Ну, а чего и следовало ожидать? Зерно не такое крупное, как в прошлом году! Весь зерна, все! Урожайность падает! Написали, я уже прочитал комментарии, заехал домой! Стало слабенько! Ну, вы знаете, я на такую там уже пострашивал людей! Там и похуже результаты! Я вам так скажу! У меня такое ощущение, у кого будет в этом году двадцать, это надо радоваться! По яровому двадцатки это сто процентов никого не будет! Как бы не десятка! Очень все печально! Яровые ячмени у нас вообще передисковывают! Ну, а кто? Соломы в этом году не будет! Бедные люди, те, кто держат корову! Я даже не знаю, где им брать солому! Ее просто даже купить негде! Вот так вот! Такая вот ситуация! Печальная! Но все равно, пока мы ячменем довольны! Просто мы их сравниваем с яровыми! Со стандартными семинарами! Пока просто не с чем сравнить! В дальнейшем все покажет, какие будут урожаи по другим стартам! Вот так выглядит девятый вал! Ну, на вид, конечно, он чуть реже, чем у нас! Скорее всего, тут будет меньше урожай! Друзья! Ну вот! Появились первые сравнения! Вот это, где мы косим сейчас! Уже второй день! Вчера уже вечер был, бросили! Сегодня докашиваем! Это мы родственнику косим! Я отливал! У него посажены! И появились первые сравнения! Я думал, тут примерно как у нас урожайность! Он мне как сказал урожайность, я просто не поверил! Ну, я вчера еще посмотрел, зерно тощие! Вообще такое, как овес! А урожайность здесь меньше десяти центнер! Вот вам первые сравнения! А мы вчера были расстроены нашей урожайностью! Так что, эти семена себя оправдывают уже второй год! И в этом я уже убедился сто процентов! Тут вроде бы и масса! Но мне кажется тут, вроде бы смотришь, только из-за этих листьев кажется масса! Если их убрать, вот у нас такого нету этих листьев! Наверное, просто вид создают вот эти листья сухие! Потому что оно без дождей просто сгорело! Я даже не ожидал! Меньше десяти! Хотя, хозяин поля говорит десятка, но мы смотрим там! Сколько он привез, там не будет! Вот вам и урожайность этого года у нас! Я говорю, если будет двадцатка в этом году у кого, это надо радоваться! Меня, конечно, ошарашили, сколько он накосил! Правильно сказать, убрал! А то некоторые мне замечания делают! Вот! Да! Ну, это не удивительно! Ни единого дождя! Ну, дожди были только осенью! Тоже он здесь и подкармливал, и брызгал карбамидом сверху! И зерно, конечно, щуплое! Как овес! Я вчера посмотрел кучу! Разница есть! Вот! Почитал я комментарии под видео, там где мы подолгу косили! Очень много хороших комментариев, очень приятно! Но проскакивают комментарии, типа, что ты позоришься, выложил там! Ну, как бы, я не знаю даже, что ответить! Вы хотите смотреть картинку красивую, чтоб... Вам нравится, когда вам показывают супер урожаи, да? Все самое лучшее! Ну, смотрите телевизор или там тех фермеров, которые только самое лучшее показывают! Я показываю так, как есть на самом деле и ничего не скрываю! Не хотите, не смотрите! Допустим, говорят, что ты позоришься, столько потерь! Ну, я не собираюсь ни перед кем оправдываться! Никто не знает, какие последствия этому! Я не спорю, у комбайна есть потери у любого! И пусть никто не рассказывает, что там комбайны чисто косят! Во-первых, никто не знает, что на том поле этот ячмень убирался после всего! Комбайн уехал далеко косить! И вернулся уже после всех пшениц! Мы этот ячмень докашивали! И на него упало два хороших ливня! Он уже валялся практически весь! Никто ж не видел этих колосков, потерь этих, сколько там было! Позвольте, не позвольте! Как бы не хотите смотреть, идите в телевизор, смотрите! Там вам будет картинка в идеале! И никто вам не покажет никогда никаких косяков, никаких боков! Просто такими комментариями вы просто заставляете не снимать, допустим, такие вещи, которые происходят у многих, которые скрывают это все! Я, например, снимаю все так, как оно происходит на самом деле у многих фермеров! Можно даже много чего не показываю, потому что я знаю, что в комментариях там и обосрут так, что я не знаю! Были... Не было бы неадекватных таких, было бы намного больше видео и больше интересного! Впереди еще очень много будет дней с уборками! Будем снимать, сравнивать урожайности! Но первое сравнение уже есть! Я думал, тут будет урожайность такая примерно, как у нас! Ну, почти! А меня тут вообще ошарахтали! Меньше десяти! Все, всем удачи! До встречи! До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok